Приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала Вновь тема моего видео это газовое оружие Как одно из вариантов необходимой обороны Когда мы говорим о газовой эффективности или неэффективности газового оружия в целом Так или иначе мы говорим о эффективности или неэффективности используемых в нем боеприпасов Потому что это одно напрямую зависит от другого Я не буду говорить про другие страны, не знаю как у них обстоят с этим дела Буду говорить только лишь про Украину, потому что живу в этой стране Мне доподлинно известна ситуация, которая здесь происходит по этому поводу Итак, единственным предприятием, которое выпускает в Украине патроны к газовому оружию Это есть научно-производственное объединение НПО Эколог Которое выпускает одну единственную разновидность газовых патронов ТРН-3 Это могут быть Вот такие 8-миллиметровые патроны Пистолетные Которые используются, например, в пистолете Иш-79-8 Или Или вот такие вот 9-миллиметровые Пистолетные патроны, которые используются, например, в 9-миллиметровом пистолете Вальтер П-99 У них красный пыш Ну, также НПО Эколог выпускает газовые револьверные патроны 9-миллиметровые У этих патронов красный пыш Вот Снаряжены они Веществом, которое называется МПК То есть Морфлорид Перлогоновой кислоты Если быть точным Если я правильно запомнил Вот Сразу скажу о том, что Сразу же скажу о том, что, к сожалению, патроны эти для использования в газовом оружии Совершенно неэффективны Это я могу доподлинно заявить Исходя из личного опыта Исходя из опыта других пользователей газового оружия То есть мне не раз доводилось стрелять и входить в облако Газовое облако после выстрела Частенечко на меня сносило газовое облако ветром То есть я Ну, скажем так Испытывал неприятные ощущения И ничего более То есть, естественно Подобные Ну, подобные газовые патроны Агрессора не остановят Ни в коей мере Вот Плюс к этому Плюс к этому Могу сказать, что Из негатива За все время То есть За все то время, что я владею газовым оружием Это уже Несколько лет так точно Мне так и не удалось узнать Навески Которые используются в газовых патронах ТРН-3 Ни навески поражающего вещества Иританта Ни навески Порохового заряда То есть Ну, могу Точно утверждать, что Они очень сильно разнятся От партии к партии То есть Есть партия, которая Стреляет достаточно уверенно То есть Громкий хлопок Достаточно уверенное Газовое облако, которое выходит из пистолета Есть партии, которые Как бы Хлопок Гораздо скромнее Газовое облако Гораздо скромнее То есть Навески постоянно разные То есть Источность утверждать Какой именно вам патрон попался Ну, нельзя никогда И Опять же Неизвестность по поводу того Сколько там чего Такое впечатление, что это вообще какая-то Я не знаю Глобальная Государственная тайна Вот Но Но при этом То есть Списывать Эти патроны Абсолютно Со счетов Нельзя Но об этом я расскажу Чуть-чуть попозже Несомненным плюсом Этих патронов Является то, что Приобрести их Конечно же Можно в любом Оружейном магазине Тут, конечно Не поспоришь Да, они там есть То есть По предъявлению Разрешения На ношение Газового оружия Можно Приобрести без проблем И стоят они Достаточно недорого Это является Их несомненным плюсом Ну, как бы На этом, наверное Плюсы их и заканчиваются Вот Чего не скажешь Чего не скажешь О Патронах Иностранного производства Они Не столь частые гости В наших краях Но, тем не менее Приобрести их можно Вот У них плюсов Конечно Значительно Побольше Например Вот такие вот Умарексы Вальтеры 9-мм Вот такие Вади И СМ 8-мм Вот Значит Какие плюсы У них Во-первых Во-первых Вещества Которые в них Используются Достаточно мощные Это первое То есть Например Вот здесь используется Газ Ирритант Который При выстреле Образует Вещество ЦС Вот ЦС Достаточно Ядреная Такая Трава Честно говоря Один раз Мне довелось Испытать Совсем чуть-чуть Ну Как бы Сейчас расскажу Об этом Вот здесь Используются Вот это Перцевые патроны То есть Здесь просто Используется Концентрированный Экстракт Жгучего перца Это 8-мм Патроны Тоже С газом Сиэс Это 8-мм Патроны Германские Вади Тут тоже Используется Газ Сиэс То есть Какие плюсы У этих патронов Ну Первый Несомненный Плюс То что Используется Достаточно Ядреная Трава Да То есть По своему Личному Опыту Я могу Сказать Это Это не просто Неприятно Это больно То есть Тогда Когда случайно На меня Там Сдуло Частичку Просто Я не знаю Часть Облачка Мне пришлось Оттуда Убегать Вот Как это Не смешно Пришлось Оттуда Убегать То есть Это больно Попадание Вот этих Вот Газов Которые Образуют Вот эти Вот Патроны Это Жгучая Боль В районе Глаз В районе Носа Верхних Дыхательных Путей Если Не повезло Хотя бы Чуть-чуть Вдохнуть Этого Газа Ну Такое Впечатление Что в легкие Залился Кипяток То есть Это Не просто Раздражает Это больно То есть Они Достаточно Эффективны Вот Ну Просьба Конечно же Не считать Рекламой То что я Говорю Конкретных Каких-то Патронов В частности Да Каких-то Производителей Просто Ну Констатация Факта Патроны Зарубежного Производства Эффективны Еще один плюс Конкретно Патронов Зарубежного Производства В том Что здесь Мы точно Знаем О том Какая Навеска Поражающего Вещества Используется В этих Патронах То есть Здесь И здесь И здесь И здесь Единственное Что в перцевых Патронах По-моему Чуть-чуть Другие Навески Но Если мы Говорим О веществе СС То Практически Во всех Газовых Патронах Иностранного Производства Используется Навеска В 90 МГ То есть Один выстрел Из Один выстрел Один патрон Вот Один выстрел Из пистолета Образует Облако В котором Содержится 90 мг Поражающего Вещества То есть Примерно Для Справочки Один выстрел Вот этим Патроном Является Примерно Одному Выпущенному Вот такому Газовому Баллону Вот То есть Это Немало Да Неся с собой Один газовый Баллон Вы имеете Да Один газовый Баллон В магазине Иш-79-8 Помещается 10 патронов То есть Примерно Ну так Скромненько Пересчитав Мы можем Говорить о том Что здесь В магазине Содержится Примерно 10 газовых Баллонов Это уже Что-то Вот Второй Положительный Момент Патронов Иностранных Газовые Патроны Терен К сожалению Имеют Непродолжительный Срок Вводности Вот Как это Неприскорбно Звучит Но Даже при Правильном Их хранении О том Как Примерно Правильно Хранить Патроны Я сейчас Расскажу Даже при Правильном Хранении Патронов Терен Уже Через Год Я бы Не стал Полагаться На то Что этот Патрон Нормально Сработает Чего не Скажешь О патронах Вот таких То есть Если их Правильно Хранить То Срока Годности У них Практически Нет То есть Ну У меня Есть Несколько Реликтовых Патронов Я их Испытывал Кстати У меня Есть Видео На канале Где идет Сравнение Непосредственное Сравнение Иностранных Отечественных Газовых Патронов Вот Ссылочку Я дам Где нибудь Вот здесь И В описании Под видео Так вот У меня Есть Несколько Реликтовых Патронов Срок Годности Которых Истек Аж В далеком 98 Году И тем не менее Они нормально Отработали Дали Уверенный Выстрел Уверенное Облако Газа И Как бы Газ Этот До сих пор Еще ядовитый И честно говоря Не хотел бы На себе Его испробовать Вот Это тоже Несомненный Плюс Да То есть Практически Нет Срока Годности У этих Патронов Вот Но При этом У них Есть Несомненный Минус Такие Патроны Не купишь В каждом Оружейном Магазине Но Говорить о том Что их Нет Вообще Тоже Как бы Не совсем Правильно Потому что Ну Как видите Я недостатка В газовых Патронах Не испытываю Да То есть У меня есть И холостые И отечественные 9-миллиметровые И отечественные 8-миллиметровые Иностранные То есть Все это Ну То есть Это не является Чем-то таким Ну Прямо Недосягаемым Есть Все это Можно приобрести Слава богу Сейчас есть Масса Интернет Ресурсов Где Оружейных Где есть Так называемые Барахолки Где идет Купля-продажа Оружия Боеприпасов Там все это Есть Вот Упоминал я О том Как Правильно Хранить Патроны Газовому Оружию Ну Не могу Сказать Что я в этом Деле профи Но Как Как храню Патроны Я Вот Основное Как бы Основное Что может произойти Из-за чего Патрон может испортиться Это Просто Банально Отсыреть То есть Вы например Носите с собой Оружие в сумке Или где-нибудь Там Я не знаю В кабуре Да Выходите по улице Где Так или иначе Бывает Дождь Туман Или еще что-то Повышенная влажность Плюс к тому Может быть Такое Что Вы были на морозе Потом зашли В помещение Да То есть И пистолет И соответственно Патроны внутри него Покрываются Испариной Самое главное Ну и плюс Опять же Смазка пистолета Она ни в коем случае Не должна Ну то есть Если он смазан густо Вообще такого быть не должно Но тем не менее Бывает Если он смазан густо Ни в коем случае Смазка Смазка не должна Проникнуть Ни вот сюда Под пыш Ни вот сюда В район капсуля Потому что Ну патрон придет Негодность И не дай бог Когда понадобится Даст осечку Или Ну Не произойдет Нужного эффекта Чтобы такого не произошло Банально Что я делаю Это просто Промазываю лаком Цапон лаком Да можно даже В принципе Просто Самым дешевым Что ни на есть Лаком для ногтей Самым дешевым Бесцветным Я промазываю Вот здесь В районе пыжа Так густенько Вот И вот здесь В районе капсуля По большому счету Этого достаточно Для того Чтобы внутренне Проникла влага Вот Если вдруг У вас хранятся Патроны На длительном хранении Да Ну Было бы неплохо Вот эту часть Проклеить скотчем Дабы избежать Попадания Излишней влаги Например Внутри коробки С патронами Вот В принципе По большому счету Больше как бы Ничего особенного Не надо Ну конечно Патроны тоже Желательно хранить В каком-нибудь Относительно сухом Помещении Или там Ящики Или ну Как бы По нашему законодательству И боеприпасы И оружие Должно храниться В сейфе Так вот Чтобы в сейфе Как бы не было Излишней влажности Ну Можно кинуть парочку Вот таких пакетиков С силикагелем Он качественно впитывает Излишнюю влагу Внутри То есть Ну Должен обеспечить Какую-никакую Сухость Внутри сейфа Вот В принципе Как бы Относительно хранения Ну таких Базовых Скажем Рекомендаций Пожалуй Это и все Здесь мы еще Вернемся К Как я и упоминал Что мы к этому Вернемся К патронам Вот Я их тут Расхаял ТРМ3 Ну На самом деле Полностью Списывать их Со щитов Не стоит Почему Как лично Я Ими пользуюсь Ну Полностью Заряжать Магазин Подобными Патронами Конечно Не стоит Но Можно сделать Следующим образом Можно заряжать их В магазине Через один То есть Один патрон ТРМ3 Один патрон Зарубежного Производства Ну Я использую В этом случае Патроны С газом СС То есть Один патрон МПК Один патрон СС Один патрон МПК Один патрон СС И если Стрелять Быстрыми двойками То есть По два выстрела Раз два Раз два Раз два То газы Смешиваясь Образуют Уже Будут Образовывать Достаточно ядреную Отраву То есть В этом случае Например МПК Плюс СС Они будут Образовывать Газ Газ Который Используется В газовом баллоне ТРН4 Баллон Этот предназначен Для сотрудников Правоохранительных Органов И Содержит Себе Как раз Смесь Газов МПК И СС Вещь эта Достаточно Мощная И очень Надежная Действует Ну просто Потрясающе Я бы даже Сказал Вот В этом случае Эти патроны Имеют Какую-никакую Эффективность Вот И окончательно Поэтому я Говорил о том Что окончательно Списывается Щитов патрон ТРН3 Нежелательно Вот Ну что еще Сказать О том Как расходуются Эти патроны Да практически Не расходуются Вот например Вот все Что лежит Перед вами Да То есть Вот это Вот это Вот это Вот это Вот это Ну частично Вот это конечно Ну кроме Холостых патронов Периодически Холостые патроны Я расстреливаю Вот это все Это Скажем так Мой Неприкосновенный Запас То есть Оно у меня есть Оно у меня лежит В сейфе Но я им не пользуюсь Не пользуюсь Почему? Потому что у меня Есть основной запас Который хранится В магазине пистолета Вот Это то Что как бы Предназначено Для того Чтобы Ну в случае Каких-то проблем Будет стреляться Это Неприкосновенный Запас На тот случай Что когда-нибудь Не дай бог Конечно Произойдет такая ситуация Что эти патроны Будут выстрелены Я буду Добрасывать магазины Вот этими патронами А так Что здесь Что здесь Есть патроны Которые хранятся Скажем так На боевом дежурстве То есть Они практически Не расходуются Ну расходуются Не только в том случае Если вдруг Ну не дай бог Конечно Еще раз повторюсь Если у вас возникла Такая ситуация Что вам нужно Ну необходимо Будет использовать Для самообороны А так Как бы Ну Это даже не Это даже не Травматические патроны Которые вы могли бы Выстрелить по бутылкам Скажем так На каких-нибудь шашвках Или еще где-нибудь Ну Как бы Тоже не совсем Уместная ситуация Тем не менее Частенечко происходит Вот А эти патроны Как бы Они практически Не расходуются Разве что Иногда Ну проверить Как работают Посмотреть на облако Да Чтобы примерно Представлять себе Что вы Как бы Носите с собой Для самообороны И все И Ну Один Раз Запасясь Газовыми патронами В принципе Вы их больше Не израсходуете Они никуда У вас не денутся Будут храниться Вот И дай бог Чтобы хранились Просто никогда Не понадобились Вот Ну Скажем так На этом Все Спасибо вам большое За просмотр Если вдруг Я чего-то не упомянул Или у вас Возникнут Какие-либо вопросы То вы Конечно же Можете их задать В комментариях Я постараюсь Всем ответить Вот Полный список Ресурсов Где можно приобрести Вот Все Вот Это Счастье Вот Ссылок На эти ресурсы Я Оставлю В описании Под видео Опять же Если у вас Возникнут Какие-то вопросы По этому поводу Вы можете Задавать их В комментариях Вот Ну В принципе На этом Все Спасибо вам Большое За просмотр Ставьте ваши Пальцы вверх Если вам Видео Понравилось Если видео Не понравилось Буду рад Любой Объективной Критике Вот Подписывайтесь На канал Если вам Интересно И Спасибо Всем пока Уважаемые друзья Настоятельно рекомендую вам посетить канал Который называется Баночка Хайнц Это замечательный канал Наполненный интересными видео О походах И историческими экскурсами Это харизматичный автор Которого увлекательно слушать И смотреть Где он бывает Подпишитесь на канал Смотрите новые видео И я надеюсь Вы об этом Не пожалеете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому